я надеюсь что слышно меня будет хорошо и делаю привязку к местности сейчас я нахожусь на перекрестке улиц краснозеленых и крымская ну кто не знает что за название такое красно-зеленых я объясню красно-зеленые это во время гражданской войны были партизаны чтобы как-то их отличать потому что зеленые это понятно они прятались в лесах зарослях но красные вот принадлежность их идеологическая сейчас еще утро наташа у меня в магазине и я вот здесь вот на перекрестке жду ее вот и она да вот она стоит держит в руках рисунок машин маша дома она болела и выполняла домашнее задание рисовала рисунок сегодня она хочет показать его своему преподавателю жара да ну я по ходу дела и по ходу нашей прогулки буду общаться с наташей так что не обращайте внимание смотреть да надо потому что здорово вот я сейчас лично страдаю уже от жары а куда ее делал рюкзак маленьким тебе тяжело будет да и еще раз я выражаю благодарность всем моим подписчикам всем неравнодушным зрителям моего канала которые откликнулись на призыв собрать донаты или я их называю взносами на приобретение вот стабилизатора это торговый центр три кита ну а как же я думаю сразу заметно качество улучшилось эксперимент испытания этого стабилизатора вот в алексеевке на улице садовой успешно прошло ну немножечко я так сомневался что мне хватит объема памяти вот но вроде бы все хватило дописывал я уже на карточку не знаю тут такая программа стоит снимаю через специальную программу то есть в принципе можно кино снимать а маша мы купили вот набор для для скриллинга сегодня у нее занятия по этому искусству стабилизатор смотрится очень солидно и вообще в идеале даже можно снимать кино с помощью стабилизатора и смартфона некоторые режиссеры так и делают я предлагаю пойти по улице горького да тут перейдем потому что крымскую мы уже много раз снимали пойдем все таки на горького ну что-то меня сюда потянуло какую гостиницу ну да вот наташа обращает внимание на гостиницу вот она у меня сейчас справа немножечко правее гостиница центральная раньше это был такой старый неприглядный домик его до его вот отделали плиточкой написали красиво название справа вход на центральный рынок улица терского тут можно чуть-чуть пройти по терской давай пройдем автовокзал да вот в той стороне у нас автовокзал и сейчас мы по терской будем идти до самого центра до фонтанов я уже вижу купол часовни святого на пророка оси вот мы как на маяк сейчас идем к этой часовне вот хорошо наташа обращает на такие картинки как розы я то уже хожу ничего не замечаю нет я стараюсь замечать стараюсь но не всегда есть настроение замечать на ними для невест магазин веста свадебный салон ну вот такие дома по и встречаются в свое время тебе кто то сказал да вам не завидно что вокруг такие дворцы хорошо что я не завистливый потому что в противном случае но вернее если бы я был завистливый то я бы пошел в коммунисты нет я бы я бы вступил в партию в коммунистическую пропагандировал бы ходил бы говорил что мир хижинам война дворцам что а твоего деда в свое время так же раскручили да вот так же так же так же вот именно да поэтому я уж ладно просто буду смотреть и и не завидовать потому что коммунистическая идея она как раз вот на пороках человеческих и не замешана отбери у другого возьми себе раздели поровну а потом себе немножко за какие-то заслуги побольше добавь а потом разреши себе делать побольше гадости и добрости конечно да кто не согласен того к стенке так вот ветерок подул я думаю сразу чувствуется и не очень хорошо а вот для микрофона не очень хорошо потому что сразу вот гребенскую пересекаем слева от нас театр да там ворота гребенские и выход к морю ну наверное шторм не было бы бури хотя посмотрел я сегодня прогноз пишут что область на ну дождя не обещают но он уже был но и так был так немножечко капнул немножечко освежил офис урал сиббанка и руку строзы очень красивый живописный магазин волшебных платьев давайте на небо посмотрим в морщинском стиле мгм здесь самая дорогая недвижимость в горе Анапе есть примечательность дуб чересчатый вот он дуб чересчатый даже табличка стоит памятник природы краснодарского края и не сохнет, вот его весь ведь уже обхватили этим бетоном а ничего, хватает видимо, корни вглубь ушли и все хотя вот ты знаешь, желудей никогда не находили что характерно, но сколько проходило, ни разу не натыкало а ведь мы тут ходили часто с морозками ну желуди вообще существуют я в Варваровке желуди ведем ну давайте посмотрим, Наташа вот говорит, что старое здание, дом два этажа, терская 110 это Сталинка, это Сталинка, вот с этой аркой, вот с этой аркой, а там даже по моему арку застроили заложили и все, сделали свою желудушку я вижу огромные вообще висят, но еще висят, именно что висят зеленые лучи не раскрываются не раскрываются не раскрываются а вот эти чехоты но, тут, тут пошло не так да да вот такая осенняя улица поездка я вважаю мягкие потому что у них хватает денег восстанавливать Парень, вернее Рабочий спахивает Место для Где будут цветы высажены Старые Старые прядки Все цветы повыдержали Немножко заваливает Как я заметил, что цвет заваливает Надо откалибровывать А то он вот так А он Ничего себе заваливает Ясно Ну как мы с вами ходили На занятия есть занятия Угу Идет, вот до сюда дойдет Посмотрит, блин, ладно, пошли по морю Что-то Елена не позвонила Приехали они, не приехали Ну все, наверное Сверху Михалков тоже, кстати, объявили Что он что-то в больницу попал И целая Угу И что дальше будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Летняя эстрада Он еще снимает В бассейне пейзажи Сейчас вы снимете друг друга А, ну это Это не блогер Те, кто снимает вертикально Это Дилетанты Ой, классно Ой, да ладно Везде флаги развиваются Краснодарского края И что интересно Вот кто, может быть, не знает Почему называют Почему называют Кубань-то Казачьим краем Да потому что Здесь и флаг Официальный Является Он же является флагом Кубанского казачьего войска Исторически И герб тоже Кубанского войска И гимн Краснодарского края Тоже Положен Вернее, не положен Она написана Как Песня Казаков Которую они пели На чужбении На турецкой стороне Хотя Вот так Смотришь Вроде бы Столб Нормально стоит Ну Я имею ввиду На мониторе Должно по горизонтали Наташа Что уж там Ну Просто Немножко Не откалиброван Не откалиброван Стабилизатор Птичек Ну пойдем смотреть Птичек смотреть Пойдем Ну пойдем А мы успеем К Маше Отдать ей Все что нужно А то Время-то Быстро идет Они еще чай пьют Здравствуйте Здравствуйте Скалечки По-моему Раньше Живут Ну никогда Не живут Питный павлин Только у него За лето Теперь Ее куда-то Смотри Смотри Как Скоро Затем Продолжение следует Да Ну все Поймал Да не поймал Дело в том Что там Погадалось Что недостаточно Места И видимо Крюмка Прекратилась И фазаны Я не знаю Вошли Не вошли Но Не важно В следующий раз Все равно Что-то вошло Хоть самое начало В хазанах Мой них достаточно Долго побыло Ага Реклама Кинотеатра Миркину Вообще Первый раз Ее вижу Что у нас здесь Хотя Она там Достаточно Такая Не выгоревшая А этот фонтан Уже отключили И даже закрыли И даже закрыли Нет Почему А тут так и было Да ладно Да А точно Да Все Этот фонтан Уже законсервирован Да Сезон Закончен Не растягивать Агонию А решительно Закрыться Да Немножко Надо откалибровать Конечно Потому что Кривулька В линии Горизонта Так Так Ну вот Я сейчас Переключился На камеру Уже Программу Отключил Жуин Ну Обращаю Внимание Вот Павильончик Ремонт Одежды Здесь Я обычно Прюки Себе Укарачиваю Какой-то Мелперемонт Здесь Можно Сделать Это поликлиника Вот здесь Вот находится Как раз На третьем этаже 303 кабинет Который мы посещаем Это психолог Вот Так что По субботам У нас Группа Саморазвития Ну А по-другому Ее называют Групп позитивного общения Свисточные часы Наконец-то Починили И теперь Вот ими Можно любоваться И даже Фиалки Высажены Какая-то Улица Улица Ленина Мы приближаемся К школе Искусств Здесь же Банк Центральный Офис И здесь же Рядом с банком Еще Находится И Местное Управление ФСБ Я бы Я бы Может быть Об этом И не знал Ну Если бы Специально Там Не интересовался Вот Но Но Просто Однажды Однажды Мне пришлось Местное Местное За ним Санаторий Надежда Возвышается А там Вот голубей Дома Красивые Это Жилищный Комплекс На Крепостной Ну а вот Собственно Детская школа Искусств И вывеска Об этом Гласит Вот сюда Мы и пришли Наташа Предлагает Пойти На Набережную Нет Много Куда Можно Пойти До Маяка Пойдем На Набережную Можно Пройти По Кирово По Калинино Там Где Все Докторы А Вот Вид На Тираспольскую Смотри Охранник Заметил Меня Наташа Это Охранник Заметил И идет Ко мне Что он Тут Сидит А Вот Сзади Шел Там Да Да Прям В общем Ты Ему Вообще Пофиг Ну Вот Возвышается Сейчас Там Видно И написано Продажи От Застройщика Это Жилищный Комплекс Над Тираспольской Проблемный Кстати Опять же Проблемный Прошли Новости Что там Опять Какие-то Проблемы Вы слышали Друзья Комплекс Проблемный Поэтому Те Кто Там Имеет Виды На него Сто Раз Отмерьте Чтобы Туда Внести Свои Деньги Может Да Это Информационная Продолжение следует Продолжение следует В общем Ты Иди Я Иди Я За тобой Потому Что Я Чтоб Не Метался Вот Вот Мимо Санатория О Какая Роскошная Кот Альпа Здесь На этой площадке Немного Кот 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 А Поговорим А Поэтому Нескать Чтобы Не заседали Здесь Потом Бутылки Не убирать ты можешь не говорить об этом я все пишется поэтому лучше не надо тут все запишется но если хочешь я удивляюсь насколько она маленькая и насколько энергичная ясно я же опять работу набралась у меня есть и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Жарко, бедно Такой язык у него Нина Ивановна тоже говорит Смотри, какая серость у него Вот он хороший, здоровый Здоровый, но кормить-то его Здоровое питание для водолаза Дороже, чем моё питание Ходится Вот он Оно 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 Кар Someone М comments Продолжение следует Оно 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 Может, по морю пройдем? Так пойдем, конечно, по морю. Пока, типа, вон дети купаются. Ну, хотя, кто знает, эти дети могут, может, с побережья Карлского моря приехали. Поэтому купаются. Не, вообще, сейчас вот пишут, что температура воды чуть ли не выше, чем температура вода. Поэтому, на самом деле, купаться как раз очень хорошо. Буря. А может, ягуты? Таверна. Дель Порту, блин, тоже. Портоза, это выжима? Дель Порту, только испанский, конечно, на месте и не пахнет. Вот летом я здесь сидел, там он на бордюрчике и снимал прямую трансляцию. поэтому можете по ссылке, которую я сейчас дам, можете посмотреть, как здесь летом было, сколько здесь было народу. Ну, а мы сейчас приходим, вернее, заходим на пляж центральный и пойдем до дому. И пойдем до дому. Продолжение следует...